Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и я, ее ведущий, Данил Рябинин. Сегодня у нас в гостях протоиерея Александр Миняйло, ректор Уральского института бизнеса имени Ильина, доктор экономических наук, профессор. Здравствуйте, отец Александр! Здравствуйте! Благословите наших телезрителей! Бог благословит! Ну и для вас, уважаемые телезрители, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить нам по номеру 278-60-14, код города Екатеринбурга 343. Звоните нам, задавайте ваши вопросы по нашей сегодняшней теме. Ну и с вами, отец Александр, мы продолжаем обсуждать актуальнейшую тему нашего времени, это духовно-нравственная экономика. Мы посвятили этой теме уже несколько наших передач, и думается, что мы не будем обстанавливаться и продолжать вести с вами, отец Александр, беседу. Вот скажите, ну может быть начнем не совсем именно с духовно-нравственной экономики, но как бы подводя к этой теме, вот чему нас научает сейчас вот это сложное, непростое экономическое время? Ну, кризис в переводе с греческого это суд Божий, так что мы стоим перед судом Божиим, с одной стороны. С другой стороны, кризис можно рассматривать, обычно в обеденном плане рассматривать кризис как ухудшение всего, это на самом деле так есть. Но, с другой стороны, кризис это когда существующая система хозяйствования исчерпала себя, и ресурсы этой системы, они должны быть переданы новой системе хозяйствования, которая зарождается вот на базе кризиса. Вот с этих позиций. Поэтому, если с этих позиций рассматривать, то да, здесь каждому нужно задуматься, начиная от президента и кончая простым работником с точки, как жить дальше, что делать. Самое всегда у нас в России стоит вопрос, что делать. Ну, до этого мы в наших передачах рассматривали анализ состояния экономики. Все сейчас, и справа, и слева, все единодушны в одном, что да, Россия находится в кризисе. Ну, мы православные считаем, что первоначальной основой этого кризиса, экономического имеется, является духовный кризис нашего народа. То есть, в нашем народном потеряно самосознание, исходя из этого, естественно, из духовного кризиса вытекают другие кризисы, финансов, экономические и так далее. Но, если единодушно все говорят, что Россия находится в кризисе, то вот по выходу, предложению выхода, здесь есть различия, естественно, конечно. И вот, если рассматривать либеральную идею, приверженцами которой является часть экономистов в нашей стране, то она исчерпала себя, показала свою несостоятельность. И здесь, естественно, конечно, если на макроуровне, что делать на макроуровне, на государственном уровне, на уровне правительства, значит, мнение наше таково, что если не будет изменена макроэкономическая модель развития нашей страны, то мы хорошего ничего не добьемся. Мы всегда будем в хвосте развитых капиталистических стран, потому что наша экономика по структуре, она сырьевая. Вот, представляете себе пример, вот я беру телефон, вот сколько этот телефончик весит? Он примерно несколько граммов весит, дайте. А если взять тонну этого сырья, из чего сделан телефон, сколько будет? Это будет сотни, может быть, даже десятки сотен этих телефонов. И вот стоимость этого телефона, тонна этого сырья, это центы. А стоимость телефона, это уже тысячи. И вот, исходя из этого, вся сырьевая экономика наша, она работает в пределах центов. Если мировая экономика, когда очень глубокий передел, работает в долларах, а мы в центах. Может ли мы, эффективна ли эта экономика? Нет, конечно. Ну и производительность труда у нас, конечно, очень низкая. Потому что сам и производственный аппарат у нас устарел практически. Если сейчас уже, говорят, не только о пятом, а о шестом, значит, вот, технологическом уровне, то у нас некоторые заводы еще и находятся только на третьем уровне. Вот, поэтому мы сбились со своего родного пути. И нам нужно вернуться на свой путь. Не надо идти по западным путем либеральной экономической вот этой экономики, когда исповедовалось, что государство не должно вмешиваться, рынок все отрегулирует. Практика показала, что рынок не все может отрегулировать. Именно сейчас мы можем выйти на макро уровень с точки, решая социальные задачи. Правительство должно решать социальные задачи. И мы глубоко убеждены. Вот, какое основное звено, за которое, взявшись, мы могли бы вытащить нашу экономику, решая главную цель, это поднятие жизненного уровня нашего народа. Поднятие жизненного уровня нашего народа. С тем, чтобы мы не оказывались где-то там в конце сотен государств, где жизненный уровень нас очень понизился. Ведь мы очень много потеряли. Смотрите, ведь у нас 40 миллионов гектаров земли практически не возделывается. У нас поголовье овец сократилось в 6 раз. Поголовье овец сократилось в 10 раз. Ну, овцы, бараны, они не понимают принципов рыночной экономики. Потому что взяли и сократили в 10 раз. Ну, а если взять, допустим, и другие показатели, то, конечно, мы по натуральным показателям практически еще и не превзошли до перестроечной годы. Поэтому, исходя из этого, какой стимул? Сейчас, конечно, и все многие экономисты говорят, что самое ценное – это человек. Вкладывать нужно в человека именно в социальные программы. А это в этом отношении мы можем, в общем, сдвинуться вперед. И поэтому мы считаем, что вот сейчас нужно развернуть, учитывая, что наш президент в Туле заявил, что должно быть уделено внимание духовно-нравственному воспитанию молодежи, потому что за молодежью было будущее. Именно мы надеемся, что именно духовно-нравственная молодежь, она построит новое хозяйство, высший тип хозяйства духовно-нравственного экономики, к которой должна стремиться Россия. Об этом я и ранее в передачах говорил. Но как не перейти от сныночного состояния именно к этому хозяйству? Мы считаем главной задачей нашей северной цивилизации, русской цивилизации, имеющей огромный опыт выживания в таких северных широтах, ни одна цивилизация не имеет такого опыта, бросит все силы на строительство жилья. И не просто жильям, нужно многоэтажное строить какое-нибудь жилье, но это самое главное, а именно индивидуальное жилье. Исходя из этого, нужно пересмотреть законы земли с точки зрения, что нужно бесплатно давать землю. У нас огромные просторы, понимаете? Вот у нас под Екатеринбург, допустим, начинает решаться вопрос строить жилье для выпускников вузов. Стоимость 10 суток 400 тысяч. Может ли молодая семья освоить это? Нет, конечно. Нужно дать землю бесплатно. А отсюда пересмотреть цены на стройматериала и не бояться национализации, естественно, для того, чтобы развернуть эту программу. А это мощная мотивация у народа. Даже бабушка отдаст последние свои гражи для внука, который начнет строить свой дом. Тем самым мы закрепим кадры. Не будет движения кадров. Мы приблизим человека к земле. И он ощутит себя хозяином в своем доме. А для этого, естественно, конечно, надо решить вопрос-вопрос банковской системе. Ну а почему там 13% должен быть? Недавно мэр Москвы заявил, что что бы не снизить? До 1%, допустим. Отец Александр, позвольте немножко проявляемся. У нас первый звоночек. Нам звонят из Екатеринбурга. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец Александр, благословите раба Божьего Олега Грешного. Бог благословит вас. Отец Александр, храм на крови является главной святыней Екатеринбургской епархии и одной из святынь, на которой здесь зиждется Святая Русь. На храме написаны пророческие слова. Пролеявши кровь, их яководу окрест. Вся земля здесь святая. И вот в настоящее время прихожане храма, я, раб грешный, очень переживаем за то, что на территории храма развернулся рынок, где продаются всяческие безделушки мирские, матрешки, буденовки. Как вы смотрите на это? Ну, это называется... Здесь, конечно, по-разному надо смотреть. Здесь народный промысел, и поэтому люди, с одной стороны, идут посмотреть на эти безделушки и заглядывают в храм. Так что здесь не в самом храме идет торговля. Поэтому здесь я не вижу этого самого главного. Главное заключается в том, что храм на крови – это, естественно, место покаяния нашего народа. А мы с вами еще не покаялись. Покаяние – это, по-гречески, метание, изменение образа жизни. Если мы не задумываемся, надо изменить образ жизни, у нас ничего не получится. Вот это, мне кажется, самое главное, на что мы должны обратить внимание, каждый в своей семье, в своем кругу, на работе, ну, естественно, и во властных структурах. Отец Александр, вот в интервью «Русской линии» вы сказали, что нравственность – это альфа и омега русской экономики. Вот что это значит? Поясните, пожалуйста, вот эти слова. Ну, если говорить о дефицитах, как у нас в России сейчас, то сейчас мы наблюдаем дефицит совести. Именно с точки зрения, вот, если мы преодолеем дефицит совести, то, естественно, конечно, у нас все получится. А, естественно, конечно, нравственность. Вот смотрите, если мы, вот, Министерство финансов вело политику, только что создавали стабилизационный фонд. Стабилизационный фонд, и сейчас говорят, что вот это хорошо, что мы создали стабилизационный фонд, и это, как бы, имеется подпорка для вот этого ситуации. Как раз это ситуация, кризис, и привел к тому, что вот этот стабилизационный фонд. Ну, вот, любого соседа спросите, вот, если у вас появились какие-то деньги, вы будете хранить у соседа. Вот придите, отдайте деньги соседу, и говорите, Иван Иванович, вот я тебе даю деньги на хранение, ты, пожалуйста, распоряжайся и ими там-то. Ну, а потом, когда мне нужно, я у тебя буду спрашивать. Ну, смешно кажется. Мы отдали стабилизационный фонд на Запад под 3%, в то время, как своим бизнесменам, малому и среднему бизнесу, давали под 18%. Вот я вас спрашиваю, нравственно или нет. Чужому дать по 3%, да, а своих, это, при таком положении можем ли развернуть развитие среднего и малого бизнеса? Конечно, мы не можем. Тем более, сейчас с кризисом ужесточается вообще кредитная политика, и очень сложно будет получить банки, особенно под малый процент. А практически невозможно. А, значит, ведь это нет движения вперёд. Вот в этом отношении и нравственно. С другой стороны, ведь большая часть населения у нас живёт очень бедно. Вы понимаете? Очень бедно. И поэтому, если человеку дано богатство, то мы православным говорим, что ты только управляющий этого богатства. И в зависимости, как ты управляешь этим богатством, это ведь не твоя заслуга. Это заслуга именно Бога. И можешь быть хорошим управляющим. Куда ты, значит, это богатство? Ну, насчитали, сколько у нас миллиардеров? Ну, вот я вас спрашиваю, ну, хоть один миллиардер построил университет, допустим, в России? Вот. Или, значит, покупать клуб в Англии, это один вид. Вот, вы сами определяете. Или строить университет в России. Это два подхода. Использование богатства. Поэтому, вот в этом отношении проблема нравственности, она очень глубока в России. Потому что проблема справедливости и проблема совести, она всегда стоит на первом плане. Отец Александр, у нас еще один звоночек. Нам звонят из Тольятти. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Георгий Ковтун из Тольятти беспокоится. Очень приятно. У меня вопрос следующего характера. Вот, либерарные экономисты говорят, что хаос все определит. Я вот с этим не согласен, потому что Господь все делал по плану. То есть, мир сказал по плану. То есть, как в отец вы там считаете, наше хозяйство должно планироваться все, то что, экономика, все должно планово производиться. Или все хаосно должно все производиться. Спасибо. Спасибо. Ну, конечно, вы же в семье что-то планируете, какую-то покупку, там, так далее. это и планирование никогда в серьезной экономике не отрицалось. Смотрите, в завоевании космоса у нас же были целые мощные такие стратегические программы, которые, или создание атомной бомбы, допустим, или освоение космоса, или строительство атомных электростанций. Это все планировалось под создание, допустим, атомных электростанций, освоение, допустим, термоядерное оружие. Нужно было поднимать и другие проблемы, и металловедение, и энергетики. То есть, это комплексные программы у нас в Советском Союзе. Значит, в России накоплен колоссальный опыт планирования. Сейчас, естественно, от планирования планировано приходить, особенно в государственном секторе экономики. И вот я говорил, что переход вот от либеральной этой модели, мы не обойдемся, мы все равно будем переходить. Затянем только время, но наша Россия, она отличается от других стран и по своему менталитету, и по характеру народа. И поэтому главная задача, где взять деньги, где взять. Но нужно не бояться национализации, нужно национализировать природные ресурсы. С тем, чтобы природные ресурсы были в руках государства, а уже на эти деньги, от продажи этих сырых ресурсов, нужно уже и решать вопросы структурной перестройки экономики. А на это тоже уйдут годы. Вы понимаете, у нас же потеряно в машиностроении. Смотрите, у нас было станкостроение какое-то развитое. Я не буду сейчас приводить цифры, но это огромное количество станков мы выпускали, а это же практически хлеб для машиностроения. А сейчас мы потеряли это. У нас практически на три четверти мы сейчас завозим лекарства. На три четверти. У нас от 50-60% мы завозим продовольствие. У нас же за горло могут взять. Все, продовольствие завозим. То есть практически мы лишились своей продовольственной программы. Это нельзя допускать. А сейчас очень сложно, конечно, поднять, потому что вопрос, у нас где-то 29, у нас 27 мегаполисов. Вот как развиваться мы будем? Или через мегаполисы, или же. Мы считаем, что развитие через мегаполисы это неэффективный путь развития. А именно нужно учитывать то, что все же больше населения живет в малых городах, потому что крен сделать на малые города, на малые поселения. И технологический прорыв, который имеется в мире, создание компактных небольших предприятий, дает возможность занять население, закрепить их за землей и, в принципе, сделать колоссальный рывок через социальные задачи, развив проблему кооперации. Понимаете? Вот сейчас в больших городах строят так называемые торгово-развлекательные центры. Ну а вместо них можно было построить, допустим, тоже рынок и развив инфраструктуру, развив сетевую экономику сельского хозяйства. Но с одной стороны можно и строить комплексы там поголовья на тысячу голов, а можно развивать сельскохозяйство сетевым методом. То есть практически раздав людям там Иван Иванович может за одной коровкой ухаживать, поставить ему корма и лишив проблему по инфраструктуре вывозить и вывозить молоко его там или продукцию этого животноводства и на первых порах можно и в этом пути. То есть практически сейчас экономика она практически в мире, особенно в латиноамериканских странах это смешанная экономика. Нужно все формы предусматривать, все формы, а не только. Ну и естественно, конечно, роль государства при решении социальных проблем все больше и больше увеличивается. Ну и особенно важно экономике следует придать нравственный характер. А иначе вот получается такая ситуация, что богатые продолжают богатеть, нищие, леднеть, и вот социальное растление получается еще больше. Ну конечно, конечно, мы говорим, что духовно-нравственная экономика это высший тип экономики, который может создать человек, который он нравственно... Мы сейчас находимся в самом низком уровне нравственности вообще общества, мне так кажется. Потому что я говорил, что вот национализация каких-то природных ресурсов, сырьевых, значит, решений вот этой программы жилья, значит, поднятие сельского хозяйства, поднимать как? Разными путями можно. Через жилье, естественно, конечно, можно. Это дает и рывок. Американцы после войны тоже выходили, значит, поднимали экономику именно с точки зрения строительства, мощного строительства жилья. Но упор не делать на мегаполисы. А сейчас, если мы практически взять, допустим, финансовую систему, то у нас 80% всех финансов находится в центральном округе. Ну, немножко на Урале. А если взять уже там Восток, то там вообще прослойка финансовая. А там же огромная территория у нас. Поэтому вот такая децентрализация, она тоже. Отец Александр, вот сейчас многие СМИ говорят о том, что достаточно такую ситуацию паническую для человека обрисовывают в плане сейчас сложной экономической ситуации. Вообще, как нам реагировать, в том числе и людям верующим на этот счет? Ну, все в воле Божией. Если уж мы верующие, все в воле Божией, естественно, мы говорим, что кризис это суд Божий. Поэтому, значит, неправильно живем, надо стараться жить, вот сейчас пост, надо стараться жить-то по заповедям Божьим, по заповедям Божьим, стараться прийти к покаянию, покаянию, изменение образа жизни в этом отношении. Паниковать, конечно, не нужно. Я считаю, что я, в первую очередь, естественно, старшее поколение, но имеет опыт выживания в тяжелейших условиях. А вот молодежь наша, мне кажется, они не имеют опыта. Почему? Потому что вот это некоторое время, когда мы жили на халяву, то есть на нефтедоллары стали жить в кредит. Вот возьмите старшее поколение, спросите, брать кредит. Старший задумается, брать ли в кредит? Как это? В долг брать? А молодые так не обдуманы. Раз набрали кредит автомашин, все, а сейчас хоп, кризис и получается. То есть какой мне совет молодому поколению? Сейчас, в это время, нужно задуматься над своей жизнью и самое главное нужно посмотреть, что вы умеете, чему вы можете научиться, чтобы ваша специальность была на кончиках пальцев. Когда вы придете устраиваться на работу, вас спросят, что вы умеете. Вы должны ответить, я умею то, я могу составить сайт, я имею страничку в интернете, я хорошо работаю на компьютере, я знаю английский язык, я могу составить там баланс и так далее, и там подобное. То есть или инженер, там конструктор, что-то может сконструировать. То есть вот сейчас надо упор сделать на то, что научиться что-то делать. это единственное, потому что то, что человек научится, то, что он будет уметь делать, это его непосредственный капитал, который принадлежит только ему. Ну и естественно, вот в этот период, когда общество стало потребительским, семьи перестали работать по большому счету, люди стали заниматься только потреблением и вот каким-то ни трудом, ни физическим, тоже ведь достаточная проблема. Ну что, что мы хотели, то и получили, понимаете. Здесь уже вопрос о телевидении, конечно. Если мы хотим создать цивилизацию, духовную расстанную цивилизацию, то здесь не коснуться нельзя телевидения. То есть наше телевидение с показом боевиков, с показом ужасов разных и так далее, оно должно быть перестроиться, оно должно показывать нашу национальную культуру. Они должны показывать, мы сейчас забыли уже, где показывают положительный пример, где-то в селе что-то построено или какая-то ферма сделана где-то. Вот как-то недавно показали в Башкеле козью ферму. Ну прекрасно, просто оказывается можно что-то делать. То есть вот эти позитивные примеры нужно показывать по телевидению. Ну и конечно, многие передачи они просто безнравственные. И настраивают естественно человека вот на такую вот волну. Ну конечно, естественно, конечно, потому что информационная система, это следующая власть, поэтому здесь конечно надо учитывать и нашему правительству, и президенту конечно надо учитывать, потому что, хотя он сказал, что наше лучшее телевидение, но трудно согласиться с ним в этом. Отец Александр, ну вот многие говорят о том, что кризисные ситуации, вот сложные экономические ситуации, они тут как бы циклично, вот период он есть, потом период какой-то проходит и вновь возникает такая ситуация. То есть как бы следовательно, никакой паники не должно возникать у человека. Ну не паники, вот задумываться об этом, что это как бы исторически так должно быть. Ну, наш соотечественник Кондратьев, конечно, описал циклы экономического развития в этом отношении, ну вот если рассматривать там длительные циклы на 20 лет там, то можно сказать, что мы сейчас находимся на нисходящей значит вот волне этого цикла, но пока что еще трудно сказать, что мы дошли, достигли дна, чтобы можно было идти наверх. Но чтобы идти наверх, нужно иметь мощную целевую установку, что мы хотим строить, какое мы хотим вообще построить. Или общество капиталистическое, которое где-то было в 19 столетии. Или что мы хотим построить? Вот это самое главное. Если мы хотим построить общество духовной цивилизации, в которой духовные ориентиры и духовные ценности выше материальных ценностей. Это не значит, что мы должны все быть нищими. Нет, конечно. Достаток должен быть народа, но духовные ценности должны быть стоять во главе. Я говорил, что у нас сейчас дефицит совести. И поэтому, если приоритет будет духовным ценностям, отсюда и перестроится наша система образования, перестроится и интеллигенция у нас, кино у нас будет другое. И, конечно, телевидение будет другое. Мы вспомним нашу высочайшую русскую литературу, наших художников, наших поэтов, наших писателей. У нас великолепная литература, писатель в России или поэт, это же выше просто, а у нас талантливых людей колоссальное количество. То есть, нужно поднять наш вот этот духовный потенциал, который заложен в народе. Его нужно поднять, нужно, чтобы каждый человек почувствовал свою необходимость, что государство заботится о нем, что он ценный человек для государства. Это самое главное, поднять роль каждого человека. Мы все обобщенно решаем. Вот такие-то системы, вот такие-то, значит, общие-таки, как бы у нас стремления. А ведь все делается конкретным человеком. Нужно понять состояние, духовное состояние конкретного человека, что он хочет. Отец Александр, у нас еще один звоночек, нам звонят из Московской области. Здравствуйте, мы вас слушаем, задавайте ваш вопрос. Добрый день, меня зовут Елена. Здравствуйте. Вопрос такой, вот по благосостоянию. Вы говорили, что сейчас очень много людей бедных, живут в бедности, и те, кому дано богатство, они должны помогать этим людям, делиться с ними своим состоянием, потому что это, как бы, богатство, даденое им Богом, и они единолично на себя его расходовать не могут. Вот у меня такая история, что в свое время я тоже была очень бедной и мало зарабатывала. со временем с больной милостью появилась работа хорошая, появилась зарплата хорошая и смогла, допустим, и жилищные условия улучшить. И сейчас те люди, которые, так скажем, бедные, опечатают мне этим в лицо и говорят, ты же богатая, ты же должна тоже нам дать, мы вот несчастные и бедные. Я просто у них спрашиваю, вы искали работу? Вот я езжу в Москву работать, два часа я добираюсь туда и два часа обратно. Почему вы не поедете? Почему вы не поедете? Там много работы. Ой, ну это долго, ну это же вставать, это же ехать. Нет, ну тут лучше мы посидим, там мы на березу встанем. То есть, понимаете, есть такие люди, которые бедные, потому что не хотят работать. И вот как я должна относиться к подобным людям? Я должна тоже их жилить, быть им обязанной делиться и так далее, и так далее. Хорошо, спасибо вам. Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Я не сказал делиться, я сказал богатство, куда направляя эти. Вот если вы сейчас обеспеченный человек, то вы можете рассматривать, или вы можете поехать в Турцию, вы понимаете, и там греться у моря, и тем самым поднимать туристический бизнес в Турции. Или посетить наши великолепные места, возьмите, Подмосковье, начиная вот северные наши монастырии, и многие жители просто не знают это, это поднимите наш туристический бизнес в этом плане. Это с одной стороны. Конечно, запись скажет, что одну десятину нужно отдавать, но важно ведь не просто дать человеку, важно человека научить, помочь ему. А как вы должны к нему относиться? Ну, по-христиански, по-православному, как? Мы все братья и сестры, поэтому, естественно, в первую очередь надо осуждать себя. А то, что Бог вам дал способность и талант, что вы преодолели вот эти трудности, это очень хорошо, теперь самое главное, нужно посмотреть, как вы будете воспитывать своих детей, если у вас семья есть, вот на что вы потратите. Вы можете потратить на образование своих детей и сделать их патриотами нашей страны и подготовить их таким образом, чтобы на их плечи легло развитие нашей страны, мы надеемся на молодежь. Или они могут уехать у вас, как в многих семьях, уезжать там за границу в Англию или в Канаду или еще куда-то. Это вопрос тоже нравственности. Понимаете? Поэтому, исходя из этого, вы решаете не просто там давать какие-то подачки бедным, хотя и бедным тоже нужно помогать, но это уже от вашего внутреннего нравственного состояния. Все. Если у вас рядом живет бабушка и, значит, ей надо две тысячи заплатить за квартиру, у нее пенсия, три тысячи, она не может, если вы ей поможете и вас это не ущемит, то вы только сделаете вот такой нравственный поступок, который даст возможность спасения вашей души. А исходя из этого, то есть, вот огромного разрыва между богатыми и бедными просто не должно быть. Понимаете? Не должно быть, когда полстраны нищие, а там 10% это сверх богатые люди. Это это недопустимо, это чревато социальными взрывами. Понимаете? Как богатство, если оно неправильно используется, так и нищета тоже. Она тоже может пойти и во благо, и не в спасение. Если нищие завидуют богатому и ничего не делают, как вы сказали, не хочет себе потрудиться, то это тоже очень плохо. Нужно, сейчас процесс труда у нас как-то потерян, понимаете? А нужно, конечно, вот сейчас этот кризис показывает, что нужно трудиться над собой нужно трудиться, воспитывать семью и не гнушаться никакой работой, понимаете? Я часто молодых спрашиваю, но ты уборщица пошла бы работать? Да нет, как вы что? Я говорю, а как вы? Если вы заканчиваете университет, вы понимаете, вы будете начальником интеллигенции, вы должны знать структуру и характер этой работы той же уборщицы. Если вы будете знать, если вы прошли через это сами, то вы будете ценить этот труд и будете ценить человека этого труда. Это очень важно. Не надо гнушаться любой работой. Вот такое мое мнение. Не знаю, ответил вам или нет. Спасибо, отец Александр. К сожалению, время наше эфир уже подошло к концу, но мы постарались обсудить некоторые важные вопросы. Думается, что с этой темой мы будем еще с вами возвращаться и все более, может быть, подробнее обсуждать ее. Спасибо, отец Александр. Спасибо, Господи. Благословите наших телезрителей. Да, благословит Бог ваш. Ну, а мы с вами на этом сегодня прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч и помогай вам Господь. Субтитры создавал DimaTorzok